Дорогие друзья, поступают разные вопросы и лично о моей жизни и так далее. В данном случае я выступаю как специалист, как психолог, клинический психолог, аддиктолог. Поэтому на личного характера, на вопросы личного характера я отвечаю в отведённом для этого местах, скажем так. Поэтому добро пожаловать на группы, на спикерские, там я обязательно отвечу на ваши вопросы. Прозвучал вопрос. Границы безопасности для зависимых, временные ограничения, набор рекомендаций с веществами. Вы считаете нужны, какие и так далее. Что такое границы безопасности? Человек, конечно же, изучает и в лечебном центре, и читает специалистов, таких как Теренс Игорский. И есть замечательная книжка. Раньше она называлась «Жёлтая», сейчас её сдают в голубом формате, очень непривычно. Но вот там описаны все рекомендации, которые формировались десятилетиями. Как и традиции в 12-шаговой программе, как и этические кодексы различных людей, помогающих процесс, профессии, так и рекомендации по границам. Это тоже часть знаний, которые обязательно входят в культуру понимания процесса собственного заболевания и выздоровления. Существуют определённые… Вот у меня, например, больной позвоночник, и мне нежелательно стоять в определённых позах, поднимать определённые веса неправильным образом. То есть у меня есть ограничения с моими, допустим, грыжами в позвоночнике. Так и в любой болезни, если есть диабет, то есть рекомендации по приёму сахара. Если есть другие заболевания, в каждом заболевании есть определённые рекомендации, которые эффективно помогают жить, нормально себя чувствуя, без обострений. То же самое касается и границ с веществами, с местами, где их посещают и прочее. По мере выздоровления человеку становится неинтересно посещать места употребления, потому что если ты алкоголик и тебе раньше казалось, что, боже мой, какой у меня становится блестящий ум, какой я блестящий танцор и как я вообще шикарно выгляжу после третьего стакана, то постепенно, благодаря выздоровлению, уходят иллюзии. И иллюзия в том, как я прекрасно выгляжу и как я блещу умом, достаточно развеивается после одного посещения нетрезвого застолья и наблюдения за тем, что там происходит с людьми по мере того, как они теряют контроль над собой. Вот, поэтому существует на правилах хальт, это тоже про границы, не надо быть усталым, одиноким, голодным и злым и так далее. Это все отлично описано в трех базовых книгах, допустим, 12-шаговых, одна из которых вот та самая бывшая желтая, и сегодня на голубого формата, там четко и ясно простые рекомендации даны, они помогут человеку не испытывать определенных состояний, ну и, как говорится, не хочешь упасть в пропасть, не танцуй на самой грани этой пропасти, вот. Лучше все-таки избегать всего этого сначала строже, вот. Некоторые ставят себе границы даже на прослушивание определенной музыки, потому что это вызывает ассоциации посещения ресторанов или каких-то там дискотек с сильными ассоциациями. Потом это потихоньку уходит все, когда человек остается в процессе выздоровления. Но поначалу многие гораздо очень жестко их соблюдают, и они выигрывают. Поэтому как бы в выздоровлении люди учатся опираться еще на опыт впереди идущих, на реалии какие-то. Это единственная болезнь в мире, пожалуй, где можно потрогать людей, у которых и 10, и 5, и 25, и 35, и 55 лет трезвости, и послушав их, вычленить, что же действительно помогло им в этой схватке с этим зверем под названием зависимость, откуда не выходят по добру, по здорову, и только счастливчики выскочат. Поэтому слушают спикерские всякие выступления, люди анализируют, они не дураки, и они сами себе могут выстроить границы и понимать, что вот туда лучше не соваться, потому что не унесешь ног. Вот так я могу вам ответить на этот вопрос.